Давай споем Фабиану. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Fabian. Happy birthday to you. Давай, Фабиан, задувай. Раз, два, три. Еее! Фабиану восемь месяцев! Все, Фабиан, можешь идти кушать. Фабиан, кому там вкусняшку папа сейчас даст? Тебе? Ай-яй-яй, его любимый паштет с тунцом. Ай-яй-яй, вкусно-вкусно. Ну-ка, ну-ка. Хвост трубой, хвост трубой. Кушай, кушай, кушай. Ням-ням-ням. Фабиан ознакомится со своей новой жертвой. Да, Фабиан? Что, сколько займет времени, чтобы вырвать все листочки? Посмотрите, что случилось с моей тыквой. У меня там была свечка внутри, поэтому она держалась. Смотрите, какое страшное лицо даже стало. Смотрите, я сфокусирую. Хо-хо-хо. И все покрылось какой-то паутиной. Короче, она тут стухла, мне кажется, и она немножко пахнет. Так что нужно ее выкинуть. Даже не дожила до Хэллоуина. Бедная. Диш, она еще стоит. А, хотя вот она тоже, видите, я вмятину сделала. Так, посмотрим, что у него там внутри. Блин, его очень трудно открыть. Хотя, вон, смотрите, там паутина, это тоже. Нужно как-то это открыть. А, вот почему упал. Упала тыковка. У него один день выпала тыкова. Диш так испугался, говорит. Даже у маленькой тыковки вон там внутри что-то в глазах есть. Зубы шатаются, смотрите. Нужно к донтисту. В общем, недолго прожили тыквы. Расскажите мне вообще, на Хэллоуин вы тыквы вырезали или нет? Как заранее вы это делаете, либо в тот же день? Потому что, как видите, мы их сделали в воскресенье, сегодня среда. И уже вот капут. Моя вообще развалилась вся. Фабиан у нас сегодня был плохим мальчиком. Он просто сходил с ума. Посмотрите, от этой пальмы ничего не осталось. Он тути рябит. Мешки все разгрыз. Да? Я уже не знала, как его смирить. Уже пшикалка не помогает. Я решила одеть на него костюм. И вот он сейчас лег в таком положении и лежит. Может, подумает. Фабиан, подумаешь над своим поведением? Смотрите, вот там цветы разгромил. Что это такое? Что с тобой сегодня происходит? Все, лежи. Будешь носить костюм. Смертительная рубашка тебе. Сегодня у нас выдался очень солнечный денек. Фабиан лежит, балдеет. Подставил свой... Ай! Подставил свой пузик к солнышку. Ну не кусяй, маму. Ты кусачий кот. Валяется, играете. Маму кушаете, терапает, да? Ай-яй-яй. Котик на солнышке. Греется солнышко, да? Пузик. Да. Ай-яй-яй. Красавчик. Вот так вот у нас сейчас выглядит наше растение новое. Тёщный язык. Вот Диша пересадила его в такой горшок. Очень мне нравится. Он такой неотёсанный немножко. Вот. Мне кажется, он даже немножко подрос. Фабиан вроде пока его не трогает. Стоит он у нас вот здесь вот на окне. И да, радует наш класс. Надеюсь, вырастет большим и здоровеньким. Только что вернулась из литовского магазина. Смотрите, что я купила. Это кефир. Такой вот литовский дваром. Очень вкусный. Не знаю, сколько он стоил. За всё вот это вот я заплатила 5,06. Ну, самое дорогое, наверное, это были сухарики 2,29. Обожаю их. Мама, когда присылает посылку, всё время их кладёт. И я просто их люблю. Они такие ванильные, молочные. Мыкаю в чай. Очень-очень вкусно. Сырочки 2. Ну, и на кефире сейчас буду делать оладушки. Приготовила сегодня вторник. Ну, а я работаю с дома. Так что мы сейчас позавтракаем. И я буду заниматься делами. Очередные оладушки на кефире. В этот раз они тоже с яблоком. Но я натерла на тёрке. Поэтому, видите, они такие более-менее кругленькие. Вкусненькие. Так что сейчас будем кушать. Я думаю, с варенькой, со сметанком. Со свареньком, со сметанкой. Вот. Так что, да. Очень же хочется кушать. Всем приятного аппетита. Добрый вечер всем. Опять мы на кухне. Будем готовить. Я думаю, вы догадываетесь, что это будет. Это тыквенный супчик протёртый. Первый раз буду готовить. Как-то давно хотела попробовать. Но всё, не доходили руки. Тут недавно посмотрела влог Вики. Мисс Вики 5, по-моему, у меня ник на ютубе. Вот, все вы её знаете. И мне как-то так очень захотелось. Как раз сейчас тыквы везде в магазине тоже продаются. Вот, я купила такие две. Но думаю, буду использовать только вот эту вот большую. Вот эту я может сделать как-нибудь блинчики. Тыквенные тоже. Оси видела, какой-то рецепт выставляла. Так, мне понадобятся две морковки. Я взяла четыре вот таких картофелины. Лук. Чеснок, кстати, я сейчас забыла. Нужно тоже почистить. Наверное, таких две головки. Подготовила тыквенные семечки. Но это будет уже для декорирования самого супа. У меня ещё есть сливки. Ну и также нам понадобится соль, перец, вода. Я знаю, что некоторые варят на мясном бульоне или курином. Но я буду варить просто овощи. Посмотрим. Надеюсь, тоже будет вкусно. Ну и здесь мне понадобится блендер вот такой. Потому что мы всё это будем оперировать. Так что сейчас я уже почистила картошку-морковку. Я очищу тыкву. Очищу её от семечек. И да, всё порежу кубиками и начну готовить. Так что, если вам интересно, то оставайтесь со мной. Теперь я это всё отправлю в кастрюльку. Я сначала разогрею её немножко. Буду использовать подсолнечное масло обычное. И обжарю сначала лук, чеснок и морковку. И пока это всё будет там тушиться, я порежу картошку. Я уже закипятила чайник. Нам понадобится где-то, ну, наверное, в битр воды. Посмотрим, может, больше. На глаз. И потом, пока это всё будет гореться, я быстренько очищу тыкву. Очищу её от семечек. Очищу кожуру. Нарежу кубиками. И тоже туда готово. Вот так вот она внутри выглядит. Скажу, было не очень легко её разрезать, если честно. Так, я сейчас вытащу серединку. Я думаю, возьму ложку. И потом очищу её. Я думаю, чистилкой для картошки, как всегда. Наконец-то я почистила. Вот так вот они выглядят. И сейчас я буду нарезать их так же кубиками. Так, у меня там уже кипит картошечка-морковка. Теперь я добавлю туда нашу тыкву. Так, и добавлю ещё... Хотя нет, наверное, вы больше не любите добавлять. Вот, пускай она сейчас покипит немножко. Я поставлю, наверное, на шестёрочку или на семёрочку. Вот, пускай немножко покипит, накрою крышкой. И потом, перед тем, как всё измельчить блендером, я посолю, поперчу, добавлю вегетто, я думаю. Может, ещё каких-нибудь приправок. А сейчас, пока это у нас всё варится, мы с вами сделаем гренки. Для гренок. У меня есть вот такой хлеб, обычный хлеб, который мы покупаем. Он немножко такой даже с семечками. Я возьму, наверное, три кусочка, я думаю. Или даже больше давайте возьму. Давайте возьму пять кусочков. Так, и... Так, я буду, наверное, понесколько брать. Я, в общем, нарезаю вот такими вот брусочками для начала. Может, на сегодня хватит, возьму только два, как и планировала. Так, и сейчас я это буду всё поджаривать на сухой сковородке с приправами. Такую вот маленькую сковородочку я взяла. Разогреваю её. Она должна быть, как я уже говорила, сухая. Когда она нагреется, я туда выложу хлебушек. Будет обжариваться. И потом я его немножко пристыпаю солькой. Вот такой вот каенский перец также я буду добавлять. Очень мне нравится. Обычный из теско. Не скажу, что он там супер-супер острый. Я добавляю чуть-чуть, но, мне кажется, для супчика остроты никогда не повышает. Так, всегда у нас нагрелось. У нас тут немножко кипит. Я добавляю хлебушек. Его не должно быть очень много. Главное, чтобы он вот покрывал всю площадь сковородки, чтобы, ну, знаете, прожарился везде хорошенько. Ну, и сейчас я немножко подожду. Я очень люблю такие гренки из чёрного хлеба. Но сейчас у нас нет чёрного, есть такой вот вообще проблема найти в Лондоне чёрный хлеб. Так, пока они ещё такие свеженькие, мягенькие. Я их присыплю солью. Я это делаю при помощи крупной соли. И также добавлю каенского перца. Главное, не переборщить. Немножко. И сейчас это всё хорошенько перемешаю. Я делаю это на самом высоком уровне, поэтому не займёт много времени. Главное, чтобы они не подгорели. Можно ещё немножко соли добавить. Главное, не пересолить, ну, это кто как любит, конечно, но... Каенский перец очень классно такую единую куда-лить. Я немножко посолю всё. Добавлю туда вот так же перчик. И немножко приправлю свои ноги. Ну вот, у меня уже всё сварилось. И немножко-немножко всё равно остыло. И я уже приготовила блендер. И буду блендерить, перемешивать, перемалывать, не знаю, как сказать, измельчать. Прямо здесь в кастрюле. Так, теперь я буду добавлять свеженькие. У меня вот такие вот дабл-крем. Я, кстати, обычно, не знаю, наверное, половинку добавлю. Не очень много, просто, чтобы дать такой более кремовый вкус. Так, сейчас вот самое то. Сейчас я буду его раскладывать по тарелочкам и вам покажу. В итоге у нас будет два гарнира, можно сказать, тыквенные семечки и крутоны. Я также добавлю сметан-крем. Посмотрим, как это всё будет выглядеть, насколько это будет вкусно. Для декорирования, конечно, круче смотрятся семечки, но кушать мы это всё будем с крутонами. Так что всем спасибо за просмотр, приятного всем аппетита. Расскажите, если вы будете готовить такой супчик. Надеюсь, что он вам тоже понравится. Смотрите, прошло две недели и три дня. Вот так вот выглядит мой ноготь. Я его обстригла, потому что он поломался с двух сторон и очень, ну, как бы цеплялся за одежду. Вот. Так что, да, как видите, зеленцы такой нету. Ещё немножко ей желчизны вот здесь. Но знаете, что я сделала? Я его постригла. Больше лак не наношу, уже больше недели, наверное. И я его бафером просто забафила сверху. Видите, эта вот зеленца ушла. Была у GP. Сказали, что это не грибок точно, потому что грибок сам не проходит. Но сказали, когда отрастёт ноготь, сделать, как сказать, на тест его сдать, да, откусить кусачками. Но результат заднёт три недели. Так что не знаю, буду я делать это или нет. Мне кажется, у меня уже тутутфу, всё пройдёт само. Вот. Немножко болит здесь. Не знаю, такое ощущение, как будто у меня до мяса всё обстрижено. Вот. Но пока так. И вот так вот выглядит мой маникюр. Мы сейчас уже, да, как я сказала, две недели и три дня. Выглядит очень классно. На другой руке тоже ничего не обломалось, ничего не облезло. Очень я довольна и очень мне нравится. А Фабиану нравятся новые цветочки, да? Мы, кстати, эти очень язык покупали вот в этом горшке, и он остался. Поэтому я туда просто поставила цветочек. И Фабиан очень часто здесь сидит. Фабиан. Кто такой красивый кот рядом с цветочком? Главное, чтобы он его не кушал. А то одну пальму он уже убил. Сейчас перебрался к цветочкам. Ты, красавчик. Пахнет тебе там, да? Пахнет? А еще хочу вам показать немного новых чистящих стрессов. Не помню, показывала ли я вам такие салфетки или нет. Люблю ими пользоваться. Это марка Detol. Две вот этих. Вот эти, они, по-моему, там без блича, без отдушек. Вот помогает убить, если какой-то вирус где-то есть, да? 99% и 9% убивает бактерии. И вот здесь написано no bleach, no taint, no odor. В общем, они очень, как сказать, safe to use. Да? Можно даже доски, на которых вы режете, ими прочищать. И как бы, ну, ничего страшного с этого не будет. Такую вот огромную пачку в этот раз взяла. Дальше взяла вот такую. Multipurpose Cleansing. Значит, она убирает очень хорошо грязь. Это такие легкие, это больше такая сильная артиллерия. И взяла вот такие вот обычные тески. Они очень вкусно пахнут. Это антибактериальные салфетки для пола. Знаете, иногда там кот что-то развернет или, не знаю, нужно вытереть пол, и чтобы его не мыть, можно быстренько протереть вот такой вот салфеткой на кухне, например, да? Если бы что-то капнуло, не знаю. Вот очень мне нравится, пахнет яблочком. Очень классно. Расскажите, пользуетесь ли вы салфетками или нет? Я их накупила на скидке. Видите, здесь 126, там 80. Вот, очень-очень классно. Далее вот такие вот два продукта от Sif. В принципе, очень хорошая марка для уборки. У меня есть два продукта. Вот этот я взяла попробовать. Ну, не скажу, что он мне очень сильно нравится. Это мусс для ванны. Ванной комнаты. Можно также раковиной очищать. Он не очень как-то хорошо распыляется. Не знаю. Пахнет неплохо, работает неплохо. Мне просто не нравится, как он распыляется. Вот. Он может быть везде. Если быть неаккуратным, то эта пена будет везде. И дальше вот такой вот продукт новый нашла. Это для гриля и духовки. Сто процентно убирает, как сказать, жир, да, вот этот весь. Я не пробовала чистить духовку, хотя нужно бы, но я чищу, знаете, такая панелька сверху плиты, где обычно жир капает. И саму плиту вот очень хорошо убирает. Он такого желтенького цвета, пахнет каким-то лимончиком. Отлично с этим справляется. Жир убирает на ура. Можно оставить на 15-20, даже полчаса. Вот. И очень хорошо все расщепляет. Также вот такой вот продукт у меня новый заказал на Amazon для стола. Если помните, то пару месяцев назад, по-моему, Фабиан, это было летом, Фабиан разлил вазу с цветами на стол. И это было, наверное, утром. Когда я пришла вечером на работу, я увидела белые пятна, потому что вода впиталась в стол. Поливились белые разводы. Да, Фабиан, про тебя говорю. Вот. И я не знала уже, что делать со столом, потому что выглядело это очень некрасиво. Я попробую вам сейчас показать. Вот. И я нашла вот такую вещь. Wood Cleaner and Polish. В общем, это средство для... Она такая, как белая кремовая жидкость. Для деревянных столов, чтобы их очищать и полировать. Очень классно она работает. Она пришла у меня. Так, Фабиан, ты, как всегда, в центре событий. Вместе вот такой вот микрофиброй тряпочкой. Вот. Очень классно работает. Покажу. От пятны не осталось и следа. Вот, чему я очень рада. И дальше две вещи, которые я заказала для дома на Алиэкспресс. С другими вещами я вам тоже покажу. Это вот такая штучка, чтобы чистить стаканы высокие. Пока, кстати, ее не пробовала использовать. Просто спонжик на палочке. Потому что иногда бывает невозможно засунуть руку. Они такие тоненькие. Вот. Так что, надеюсь, мне пригодится. И купила вот такую вещь, чтобы чистить сковородки. Вот так вот она выглядела изначально. Но, как видите, она у меня сломалась очень быстро. Вот это просто такая вот жесткая штука, которая снимает пригорь, нагирь. Я не знаю, как это называется. В общем, снизу сковородки, да, когда она бывает пригорает. Я не знаю. Не знаю, почему это случается. Хотя я обычно аккуратно готовлю. У меня ничего не слетает на плиту. Но, да, гарь на обратной стороне сковородки. Вот, хорошо счищает. Сейчас просто рукой это делаю. Потому что, видите, она не очень практичная оказалась. Вот. Так что сегодня у меня будет день уборки. Опять, как всегда, сегодня воскресенье. Я не успела выложить этот влог вовремя. Но я сейчас вот сюда сниму, выложу. И вы его увидите вечером. Кстати, вот чем я пользуюсь для своего ногтя больного. Это Тейчуи Ольмасло чайного дерева. Очень мне нравится. Вот такой вот, не знаю, что это за бренд. Покупала в аптеке. Стоит он не очень дешево. Мне кажется, здесь за 25 миллилитров. Что-то около больше 10 фунтов я заплатила. Но это у меня же вторая или третья баночка. Он мне очень хорошо помог с ухом. Когда у меня был нарост на козелке. Да, у меня проколот козелок. Вот, если вы не видели это видео, то обязательно оставлю. Внизу покажу фото до и после. По-моему, там были фото, я не помню. Но, да, мне он очень хорошо помог. И вот такой вот кислотный праймер я себе заказала. Не знаю, что за марка. Потому что я слышала, что кислота убивает вот эту бактерию. Как же она там называется? Псевдомония, да? Вот, поэтому некоторые даже там лимончиком мажут, уксусом. Вот, так что я чайным деревьем. И иногда наносила вот этот праймер. Я не уверена, будет вам видно или нет. Но видно, что стол как новый выглядит, да? Ничего нету. Никаких белых разводов. Обязательно, если найду фотографию, то вставлю, как это было до. Вот, чего, что я только с этим делаю. Как вы думаете, что я делаю? Глажу полотенце на столе? А вот и нет. Фабиан перевернул вазу с цветами. Вернее, это была банка, потому что вазы не было. И это все целый день стояло на столе. И остались белые пятна. И у нас на нашем дубовом столе были такие белые пятна. Вот чуть-чуть еще вот здесь осталось, но уже уходит. У нас в двух местах было. Если сейчас найду фотографию, вставлю. Я уже думала, все, капец в столу. Но вот глажу и помогает. Я нашла в интернете, что нужно через полотенце пропарить утюгом эти места. Прогладить, да, чтобы они высохли. Делало, помогло чуть-чуть, но не совсем. Так что вот это средство мне помогло заполировать. И выглядит все как новое. Очень классно. Очень мне нравится. И что я купила еще на Алиэкспресс? Я уже выставляла, по-моему, ссылочку. Где-то такие подушечки на сиденье, на стуле. Видела я, по-моему, у Тани Джим во влоге про квартиру. Вот мне присмотрелись вот такие вот желтенькие. Я купила две желтеньких и две таких вот. Они такие даже не белые, а бежевые. Такие, как льняной цвет. С веточками зелеными. И взяла также вот такое полотенчик. Мне очень понравилось. Полотенчик никогда не помешает, тем более желтое. Желтое мне подходит. И взяла я это для того, чтобы Фабиан не царапал стулья, что он сейчас и делает. Так, ты, вреднюля. Что ты там уже нашел? Вот так вот это все выглядит. Фабиан ничего не царапает. И очень удобно мягко сидеть. Да, Фабиан? Нельзя туда лезть? Что ты там ищешь? Что ты туда положил? Что ты туда положил? Запасы на зиму, что ли? Кстати, да, извините, если я чавкаю за кадром. Я кушаю вот такую вот конфетку, таблетку, стрепсилс для горла. Очень нравятся вот такие. Еще бывают, по-моему, с вишней. Эти с черной смородиной. Extra Triple Action. И вот такой вот лемпси, когда типа как тарафул, наверное, в России есть. Вот простуды. Такой порошочек. И тоже с черной смородиной. Очень мне нравятся. Не люблю, которые с медом и лимоном. Просто с лимоном вот этот. Просто гадость. А этот, в принципе, и ничего. Редактор субтитров А.Семкин